На востоке страны под угрозой срыва реконструкция республиканской трассы Омск-Майкопчигай. С нехваткой рабочих столкнулись строительные компании. У подрядчиков простаивает спецтехника. В причинах кадрового дефицита разбирался Вячеслав Ветлугин. Это один из самых масштабных проектов Нурлыжол. Трасса Омск-Майкопчигай свяжет сразу три страны. Казахстан, Россию и Китай. На реконструкцию выделены колоссальные деньги. Почти 10 миллиардов тенге. Сюда переброшена самая современная спецтехника. Но вот незадача. Управлять этими машинами попросту некому. Сейчас на данный момент стоит два асфальтового кладчика. Около 30 единиц спецтехники. Это погрузчики, экскаваторы, автогрейдеры. Людей нет. Специалистов не хватает. На 415-м километре трассы в районе села Колбатау выстроилась колонна грузовиков. Часть дорожной техники стоит мертвым грузом. Подрядной организации требуется не меньше 400 наемных рабочих, способных управлять и обслуживать машины. Кадры ищут в ближайших селах. Предлагают зарплату от 200 тысяч тенге и выше. По словам работодателей, дело даже не в деньгах. Квалифицированных специалистов не хватает. Мы ищем рабочих в селах Акжар-Аксуат. Встречаемся с местным населением и предлагаем людям свободные вакансии. Уже озадачили специалистов районных центров занятости. Как выяснилось, схожие проблемы у большинства строительных компаний региона. На биржах труда в городах и селах открытыми остаются 5000 вакансий. Работодателям, особенно в сельской местности, требуются машинистых кранов, бульдозеристы и техники-строители. Покрыть кадровый дефицит за счет выпускников технических лицеев и колледжей местным властям вряд ли удастся. Очень много обращений от транспортных компаний, которые строят главные дороги нашей области. Поступило на сегодняшний день около 468 вакантных мест. Три бульдоза в Жарминском районе, Купикинском, Тарбогатайском районе. Проведена была ярмарка вакансий. И от 400 специалистов, которые они у нас просили, закрыли на сегодня 120 год. Стабилизировать ситуацию на региональном рынке труда местные власти планируют за счет краткосрочных курсов переобучения безработных востребованным специальностям. В ближайшие 6 месяцев по ускоренной программе в Восточном Казахстане подготовят около 2000 специалистов технического профиля. Вячеслав Фетлугин и Аслан Тулепов. Итоги дня. Восточно-Казахстанская область.